Ребята, готовы наши заработок на Рутюбе. Это просто гигантская сумма в 7,5 рублей. Да, да, рублей, не тысяч. И если учесть, что минимальная сумма вывода с этой площадки составляет 3 тысячи, то я не знаю, мы до пенсии столько не заработаем. Добро пожаловать на российские платформы. И это, ребята, с учетом того, что платформа не простаивает, я туда постоянно загружаю и полноразмерные видео, и ролики. Видео выходят по нескольку раз в день бывает. И вот такие вот заработки. Максимально мы зарабатывали 15 рублей в месяц на этой платформе. Если кого интересуют заработки блогеров, именно без учета всех интеграций. Дзен, кстати, тоже недалеко от него ушел. Вот видите, как у нас обрубились просмотры и показы. Вот здесь еще 4 февраля 139 рублей мы в день заработали. 5-го 92, ниже, ниже. И вот здесь вот произошло резкое падение с 8 февраля. То есть все теперь у нас по 9 рублей. Ну вот здесь бывают дни, когда по 40, но это очень редкие дни. Вот видите, вот он наш заработок на Дзене. Показываю вам все, чтобы вы имели представление, насколько действительно составляет заработок. Ну а на Ютубе вот он наш доход в этом месяце составил 873 рубля. И это на 200 рублей больше, чем обычно. Вот я тут мышкой показываю. Но с учетом того, что нельзя вывести деньги никак с Google Adsense, поэтому они будут висеть там в Америке мертвым кладом. Вот такие вот дела. А что так можно было, что ли? Короче, монетизации нет нигде абсолютно никакой. Выживаем на донаты. И именно поэтому меня периодически посещают мысли, бросить к хренам все, потому что овчинка выделки не стоит. И вообще столько это все нервов занимает и времени, что ну прям вообще... Я иногда думаю, что жизнь проходит мимо меня где-то стороной, а я все время в каком-то монтаже, в каких-то съемках, стараюсь что-то снять, лишний раз не полежать на песочке. В общем, опять вам пожаловалась. Поэтому если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали снимать видео, то можете оказать нам поддержку. Мы никогда не откажемся от материальной помощи. В принципе, логично. Все ссылочки, конечно же, в описании под этим видео. Способов масса. Ну и вот он, Сергей Павлович, идет с моими покупочками. В общем, в Wildberries я купила батончики. Ничего себе, написали осторожно, хрупкие. Распакую потом, обязательно вам покажу. И вот такую вот штучку, мне нужен переходник для телефончика. Но он на самом деле идет не только для телефона. Короче, вот такой адаптер. Ну что, ребята, как вы поняли, у нас традиционная пробежка. Павлович, ты что замедлился-то? Беги-беги давай. Жареный перемень, который вчера съел, попросил снаружи. В общем, на улице потеплело, но незначительно. Бегунов очень-очень мало. Дело пахнет жареным. А еще такое ощущение, что у нас кто-то вчера бухал. Да нет, это просто мы побегали. И все потные, разгоряченные едем домой. А бухать мы будем чуть позже. Вонючие. И вонючие. Дома нет холодной воды. Павлович, ты в курсе? Да, кстати. Но должны дать. Полный пиздеж. Поехали! Да! А что так можно было? Скрасочный. Ну как-то так. Смысла нет. Я поехал. В общем, это мы с Палычем, если что, свои мемчики снимаем. Сказочно. Субтитры делал DimaTorzok Слышите? Это у нас стройка за окном. Это с закрытыми окнами пластиковыми и с закрытыми шторами плотными. Капец. А это снова наша собака Целовака. Боня, упадешь сейчас. А еще Палыч мне обещал сегодня приготовить мясо, но оставил его без пакета. Оно замерзло, заветрило в холодильнике. И, в общем, теперь вот тот мем, который мы снимали, как нельзя подходит к нему. Сказочный, да? А еще я тут снимала-снимала распаковку и оказалось, что я случайно удалила все видеофайлы отснятые. В общем, вот такая я курица. Получила в Элберис вот такие батончики. Здесь у нас 18 штук по 50 грамм. Напоминают чем-то Сникерс, но мне нравится. Мне нравится больше, потому что здесь карамель такая солененькая, вкусная. И орешков, мне кажется, больше. По цене вот такой батончик стоит примерно около 20 рублей получается. Я не знаю, дорого это или нет, но просто в нашем городе их тяжело найти. Как-то раньше продавались, а в светофоре сейчас не стало. Поэтому заказала на Элберис. А еще купила вот такой адаптер. Он идет для макбука, но я купила для телефона. Здесь тип С, переходник на USB, HDMI и тип С для зарядки используется. То есть одновременно можно подключить флешку и заряжать телефон. Но я планирую подружить свой телефон с компьютером и подключить его как веб-камеру. Как вы поняли, я не ищу легких путей. А что, так можно было, что ли? Утро нового дня. Подъем. Сегодня на работу. Одной Бонечке хорошо. Ей вот на работу сегодня не надо. Да, Боня? А еще у меня горе. Я тут на днях обнаружила у себя первый седой волос. Старею. А еще я каждый день практически всем желаю доброго утра, солнечного настроения и супер денечка во всех наших соцсетях. Поэтому быстренько переходите по ссылочке в описании под видео и вступайте во все наши группы. Во Вконтакте, в Телеграм и, конечно же, в запрещенной соцсети. Копьев от Палыча с шикарной пенкой и вкуснейшими зефирками. Доброго времени суток всем! А еще Палыч мне приготовил вот такой обед на работу. Остатки мяса и салат капусты. Приятного мне аппетита! Палыч у меня просто молодец! Золото! Чтоб я совсем не была голодненькая и еще приготовил вот такие вот тостики из моего хлеба. Вот в этом урбе-бекаре. В общем, как вы поняли, муж у меня молодец. Когда не тот самый, который мы в мемасиках снимали. Добиваю кофеек и мчим на работу. Любимую работу. Работа почему любимая? Потому что от нее надо отдыхать. Сегодня поработаю, а завтра выходной. Неужели тишина? Мне кажется, они до 12 ночи работают. Семь утра. Прямо под окном. Не наеб... Вам, кстати, доброе утро от Палыча. Время пол седьмого. Дорога опять. Да. Здесь у нас ничего не меняется. Галолед. Ну что, ребята, как вы поняли, день прошел. Пятница вечер. Пятница вечер. Заехали, как говорится, за хлебушком. В итоге набрали. Вот у нас свинина Палыч сейчас будет делать. Всякой фигни. Кетчуп вот такой шашлычный. Не брала, но обычно беру махеевский шашлычный. Мне нравится. Быстренько вам тут распаковочку сделаю. Вот этот майонез, кстати, 110 рублей что ли стоит. Неплохой. Оливковый. Вообще, я заехала за сыром. Сыр стоит почти 700 рублей за килограмм. Колбасы просто голодные заехали. Поэтому пачку рожек взяли. Две пачки. Две упаковки горошка. Молоко и яблочный уксус. Ну, в общем-то, вот и все. А, еще капусту белокочанную. Велок, но он такой страшный, что капец. Горибы уже свежая капуста появилась. В общем, все, вот это вот удовольствие вышло на 4 с лишним тысячи. Да, Бонечка, да. Я знаю, что ты хочешь поцеловаться со мной. Не терпится собачь. А себе я еще купила для здоровья. Сейчас покажу, что. Это вот для того, чтобы так же носиться, как Бонечка сейчас носится по кровати. Воспалилась надкосница у меня опять уже не первый раз. Видимо, застарелая травма. Вот такой вот бальзамчик купила в аптеке. 130 рублей стоит. Вроде как с ядами скорпиона и змеиным ядом. Тут герзы, по-моему, яд написано в составе. Да, яд герзы. Попробую, скажу, как. Он вообще практически без запаха. Чуть-чуть пахнет, как будто камфорой. Отдаленно-отдаленно. Вот у меня вот надкосница, конечно, начала беспокоить. И еще у меня есть вот такой вот перкуссионный массажер. Но он уже приказывает долго жить. Надо новый купить. Если кто, знаете, какие фирмы там в комментариях накидайте. Это солишки. Тысячу лет назад купленный. Но работает уже через раз. Утро нового дня. Мы посрали. Мы долго думали, чем сегодня заняться. Потому что у меня болит локосница. Один раз я, один раз она. И все на улице. Но убрали. Молодцы. Короче, мы на столбы. Боньку мы с собой не берем. Потому что собачкам на столбы нельзя. Ну и вообще она у нас такая домашняя собака. Так что будет на охране дома сегодня. Прибыли на место назначения. Я бы не справился без координатора. Так, вот здесь в краешку вставай. Наручник поставь. То есть я об этом не знаю. Обращайтесь. Сегодня у Палыча кросс-поход. Тренировать? Да, он бежит, а я иду пешком. Не знаю, дойдем до верха или нет. Конечно, дойдем. Короче, гуляем. В общем, ребята, пошел снежок. Вообще, шикарная погода. Моя самая любимая зимняя погода. На календаре 2 марта. А у нас зима. Красиво, конечно. Но уже хочется шорту, майки, лето и зеленушки. Традиционные пончики. Этот раз проходим мимо. Палыч уже где-то впереди. И мимо сбитня с пирожками я тоже прохожу мимо. Но это не точно. И, ребята, что касается того, почему я сейчас иду, а не бегу. Как вы знаете, я почти год назад уже травмировалась. Бегая по бескрайним стебям и холмам Хакасии. Неудачно упала. В общем, травмировала одну из мелких ягодичных мышц. Скорее всего, грушевидную. А поскольку я практически никак не реапилитировалась. Продолжала бегать. То это все усугубилось перераспределением нагрузки на здоровую ногу. И, в общем, теперь у меня, ко всему прочему, еще воспалилась надкосница. Это не мышца, это надкосница. Я симптомы уже знаю. Поэтому пока с бегом притормозила. Но, опять же, не знаю, надолго или нет. Возможно, что только до вечера. По традиции, конечно же, загадаем желание. И напитаемся силой. Впереди у нас еще один километр подъема. Субтитры создавал DimaTorzok что все загадали желание надеюсь вы там загадали теплые моря жаркие страны по крайней мере я точно загадала за всех вас чтобы все в этом году съездили на море и желательно не один раз а пока ждем моря немножечко понаслаждаемся зимними пейзажами это уже наверно последние зимние пейзажи совсем скоро будет весна а потом и жаркое жаркое лето ну что ребята мы практически дошли осталось только подняться вот там в лестницу здесь у нас постоянно дежурят спасатели здесь можно переодеться купить сувенирчики теплые туалеты также выпить кофе переодеться и перекусить если взяли с собой что-то покушать а если нельзя не беда вот варечек с едой всегда можно что-то взять такое легкое типа бутербродики пирожки какие-нибудь пиццы чебуреки батончики всякие нам остался что небольшой подъемчик и будем на центральных столбах для начала надо идти палыча вот он кстати и идет и давайте сейчас зададим ему вопрос узнаем действительно ли палыч бегун или притворяется палыч смотри в лиц опрос самый бесящий вопрос который задают бегуну пробежки вы из какого общества ребята динамо бежит бинго молодец заслужил подарочек очень так можно что было что ли устал еще одного а еще туда мы подняться должны сегодня поднять зимние столбы наконец-то наконец-то добрались я наконец-то вам покажу зимние столбы немного но поверьте мне летом они намного красивее да сегодня можно позаниматься вот такой снего терапии снежок беленький на дворе второй день весны наконец-то пришла настоящая снежная чистая белая зима хотел здесь побежать на покрытие такое себе удовольствие ну вообще зимние пейзажи они конечно по-своему тоже прекрасны единственное что конечно скользковато надо для доступа подниматься они у меня с собой но я их не обула почему-то почему не знаю ну ладно ребята зимние столбы это то еще удовольствие поэтому приезжайте летом обязательно смотрите летом зимой тут не хрен делать в общем но летом намного приятнее менее морозных и удовольствие получите больше за по зимой можно короче мы решили пройти немножечко подальше здесь дорога стала получше по колено в снегу мыть вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться и я не могу палыча стал как сказка федоре такое по судах мелких мел но я про тебя вообще чтобы вы понимали я между прочим не на легкие еду я там ноги качаю мне рюкзачок за спиной покажи палыч там килограмм 10 всякой херотине наложено не знаю что палыч туда наложил у меня там только маленькая бутылочка с водой и один батончик который я на днях купила и взяла с собой чтобы не умереть голоду а то видите как у нас меняются планы молниенозно то идем то не идем то опять идем мы с вами дошли до бабки и внучки вот так эти две скалы выглядят зимой летом конечно пейзажи намного красивее а сейчас идем куда палыч домой деду неправильный ответ нифига не бинго будет заниматься я же уже бабулечка давай давай руки опять отморозишь ну что вот он и дед зимой этот красавец выглядит так летом конечно же ой конечно же картина поприятнее а вот там видите смелые люди которые лазят по скалам мы с палычем не такие мы можем только вот так вот ходить эту очень мало и аккуратно сейчас мы с вами проберемся в наши с палычем секретное место где у нас обычно проходят пикники летом осенью но не зимой конечно это вот этот камушек как раз напротив деда который находится вот там мы когда берем с собой термос чаем вот здесь летом можно прекрасно туда залезть вот там сидеть на камушке и пить чайок от палыча очень кстати вкусный в общем ребята приняли с палычем совместное решение на перья не идти сегодня если я сейчас найду во время монтажа кадры летних перьев то я здесь вставлю обязательно зимой там очень скользко в принципе зимой везде скользко поэтому наслаждайтесь только вот такими летними видами пейзажами ну а зимними вот можете вот здесь чуть-чуть еще тоже понаслаждаться пока мы с палычем топаем домой в общем решили чтобы мокрыми домой не идти с палычем зайти переодеться сюда а вы пока посмотрите какие сувениры здесь продают это сувенирная лавочка можно купить различные блокнотики книжки магнитики шапочки в общем все что вашей душе угодно а вот наконец-то и палычем теперь сухонькие довольны и пойдем домой все прогулочка наша с вами составила шестнадцать с половиной километров три часа тридцать три минуты и я сожгла 1200 калорий самое время чего-нибудь пожрать ну все мы дома чудеснейшим образом телепортировались по пути заехали в аптеку купила вот такой комплевит кальций д3 здесь 500 миллиграмм кальция по моему каждой таблетки короче буду пить витамин d3 тут небольшая дозировка у меня отдельно есть будем лечить свои травмы ну и вот он ужин от палыча приятного нам аппетита от меня но в 12 часов ночи это очень ценная и важная информация не говорите кто съест мы с палыча только мы с палыча и палыча и на я